Всем привет, с вами Эскелет. В этом видео я вам покажу самую лучшую расу в игре Блокс Рутс. Она вам очень сильно поможет и в прокачке, и для Баунти Ханта, и для просто веселья, ребята. Это самая реально лучшая раса. Так что, перед начнем с дочкой, пожалуйста, поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал, зайди в мой Дискорд сервер, ссылка на него будет в описании. Там есть конкурсы на фрукты, трейды, общаются и всякие по войсах каждый день. Очень общительный и дружелюбный сервер Дискорд. Также, ребята, я тоже там общаюсь. Ну и так вот, в этом видео вы сейчас узнаете о очень интересной, ребята, расе и веселенькой. Как же сказал, она практически приходит ко всему. Так что, я не буду вас томить, и давайте, ребята, переметимся к видосику. Погнали! Ребята, пожалуйста, подпишитесь на канал, умоляю вас. Для меня это очень важно и нужно. Я очень сильно хочу набрать себе 50 тысяч подписчиков к концу лета, ребята. До конца лета осталось совсем чуть-чуть. Надеюсь, что вы мне с этим поможете и нажимаете на красную кнопочку подписаться, которая находится у вас внизу. Ну, а я не буду вас томить, и приступаем к видосику. А ты знал, что прямо сейчас сайт РБХ3 раздает своим подписчикам бесплатные робуксы. И сейчас я расскажу, как их получить. Вступайте в их Дискорд-сервер. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше робуксов вы сможете получить. А также у РБХ3 сейчас самый лучший и выгодный курс. Это 1 рубль 2 робукса. И также робуксы у них есть всегда в наличии, так что вы сможете их купить в любой момент. Ссылка на сайт РБХ3 и на их Дискорд будет в закрепленном комментарии. Итак, ребята, получается, вот, самая лучшая раса, это как бы, ну, киборг, как я уже мог и сказать, а может не сказал. Не знаю, я это писаю еще до начала, как бы, да. Почему раса киборг, она имбовая? Сейчас я вам все расскажу и покажу, потом расскажу, как ее сделать. То есть это будет очень интересное видео, так что, да. Погнали. То есть, смотрите, давайте перейдем сначала к Челику, да, вот он тут стоит, что-то вписывает в чат. Клан, ребята, у меня классный. И давайте нажмем Тэшку, ребята. Просто какой дамаг будет от Тэшки? От Тэшки дамаг... Тан-тан-тан-тан-тан, 2 500 уже, 2 800, 3... 3 700. 3 700 дамага. Это, ну, в принципе, ребят, я бы сказал, ну, неплохо все-таки добавочный дамаг. Очень-таки даже хорош. А также вот эти вот Тэшка, обилити, которая у нее дается при В3, В4, там, неважно, она сбивает волю, то есть, ну, при ПВП она очень хорошо полезна, ну, или просто для фана, или чего-то такого, то она очень будет хороша и полезна, потому что она сбивает волю и дамажит, при этом, ну, нормальный такой дамаг, ребята. А это очень, ребята, вполне неплохо. Итак, ребята, В4 действует у нас вот таким вот образом. Смотрите, нажимаю Y, и вот так вот он очень красивый, фиолетовенький. И его крылья ставятся фиолетовыми, не голубими. Не знаю, почему так сделано, а очень странно, честно говоря. Но прикольно. Теперь давайте подойдем к нему, главное его не убить, и нажмем Тэшку, давайте теперь. Теперь у него есть вот дроны за ним бегают, и если даже он от меня отойдет, то дроны все равно будут его, ребята, бить. И, как видите, вот дамаг дается, и это очень-таки даже хорошо и полезно, и прикольно. Также у Киборга есть вот такие вот прыжки. То есть там есть прокачка либо в эту Тэшку, либо в прыжки. В прыжки это очень-таки даже, ребята, неплохо, потому что для передвижения очень пойдет. Еще можно так забагать, сделать такой, ребята, буст, что ты сможешь прям, ну, реально очень хорошо закьюшиться, если у меня не получается это, но сейчас попробуем. А еще, ребята, также у него, получается, ну, не смотря как вкачивать. То, ребята, у меня сейчас кьюшка, ну, в баг, ну, получается, ну, у него баф есть намного больше, чем у обычных игроков, чуть-чуть, ребята, но он, ребята, есть, и это, ребята, факт. Ну, короче, ребята, прыжки здесь у него очень прикольные и имбовые, для передвижения очень, ребята, полезно и прикольно, в принципе. Почему бы нет? Выглядит она очень тоже-таки, ребята, хороша. Как я и сказал, уже дает дамаг. И что она еще дает? Вроде бы больше она, к сожалению, ничего не дает, никакого вот такого другого бафа. Но, ребята, сама по себе раса ей красивая и прикольная, и пойдет для баунти-ханта, и для прокачки, и для всего, ребята. Итак, ребята, смотрите, получается, раса киберга, я еще запускаюсь, у него эти прыжки, вот эти, которые есть, да, они дамажат, получается, игрока, бывает, когда ты находишься рядом с ним. То есть, вот я сейчас встал, например, к нему, и не получилось, ладно, опять не получилось. А вот, получилось, вот сейчас у меня нанес, ну, 2 кхп примерно. В принципе, ну, почему нет, это хорошо, ребята, то есть, блин, я опять не попал. Слушай, давай, например, около него так прыгаешь, и дамажно. Ладно, не получается у меня, блин, что не так-то? Вот, сейчас получилось попасть. Сколько у него там хп нужно, главное не убить его. Опять вот, оп, и все. Так, главное, сейчас не убить еще, а потом меня потом еще убьют сами. Так, окей, теперь давайте, ребята, я вам покажу сейчас, как ее сделать. Я вам это по-быстрому расскажу и покажу. То есть, смотрите, получается, когда у вас появляется... Когда вы должны находиться во втором море, и вам должен выпасть Fist of Darkness. К вам он выпадает, и тогда, ребята, вы сможете сделать ее, начать делать киберга. Смотрите, вы идете с Fist of Darkness сюда, и идете, ребята, вот к этой штуке. Выбираете его из рук, типа, и встаете вместе с ним, ребята, вот сюда вот. То есть, как я и сказал, вы вставляете сюда, ребята, Fist of Darkness, и дальше вы попадаете, ребята, на Raid LO. Выбиваете себе микрочип, который сердце киберга, либо что-то типа так оно называется. И когда вы его уже получили, дальше вы вроде бы тоже его сюда вставляете, и у вас должна открыться вот эта вот дверца, ребята. Открывается эта дверца. А, нет, эта дверца, ребята, не откроется. Она у вас откроется сразу, как только вы, ребята, получите вроде бы Fist of Darkness сюда поставить. Я уже точно не помню. И тут вы сможете зайти и купить, ребята, расу киборга за 2500 фрагментов. Вы сможете ее взять в любой момент, и ее не нужно будет ретокрутить. Она 100%, ребята. Сейчас я вам это показать не могу, потому что меня так сделает киборг, мне он пишет Hello, киборг. Прикольно, прикольно. Ну ладно, ребята, давайте переместимся к концу видосика, ребята. Итак, ребята, вот наше видео и подходит к концу. Я вам рассказал про расу киборга, про самую лучшую расу в игре Bluxus. И как же ее сделать, я тоже рассказал в этом видео, примерно. Надеюсь, что вы за это поставите лайк на это видео, подпишитесь на мой канал, зайдете в мой Discord, в Север Дискорд. Там у нас есть очень много чего крутого и интересного, конкурсы на фрукты, трейды, общаюсь в чате по войсу каждый день, ивенты на фрукты. Я тоже там общаюсь в чате и по войсу бывает, почти что-то каждый день стараюсь. Пытаюсь там поддерживать актив, и много чего другого там есть интересного. Так что обязательно заходим в мой Discord в Север, ссылка в описании. Ну, а у меня, ребята, на этом видео все. Так что смотрим мои другие видосики, и всем удачи, и всем, ребята, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok